Какой сегодня день? Итак, сегодня 8 день работы. Я намечаю основные контуры для окончательного перехода уже к тонким формам. То есть сейчас я для того, чтобы сохранить симметрию, делаю центральную линию и от центральной линии начинаю обрисовывать основные контуры. Вот намечаю линию бровей, линию глаз, линию носа, обозначаю носогубную, линию нижней губы, подбородка и, значит, челюсть намечаю. Ну, здесь такая челюсть, в общем-то, не ярко выраженная, потому что фигура человека полного, даже сверх упитанного. Так что все это условно. Намечаю соски. Раз. Два. Так, намечаю точку, где находится пупок. Намечаю складки одежды, основные вокруг живота. Так. И прорабатываю сосуд. Вот этот сосуд. Это тыква-горлянка в руках у Хатея. Вот я намечаю основную форму. То есть, такая форма изящная. Намечаю большой палец, указательный и, значит, остальные держащие сосуд пальцы. Так. Теперь намечаю линию стопы. Вот одной ноги, линию стопы другой ноги. Руку держащие четкие. Вот указательный палец. Вот один сгиб, второй. Так. Разделяю этот, значит, участок на отдельные, одинаковые, приблизительно, куски для того, чтобы потом сделать шарообразные щетки. Вот. Намечаю, значит, раз, два, три, четыре пальцы. Вот. Намечаю линию, значит, пальцев на ноге. Одна. Вторая. Вот тут вот есть небольшой дефект. Вот. Здесь у нас скол. И этот скол нужно как-то ликвидировать. Как ликвидировать? То есть, видимо, нужно будет подвинуть ногу ближе к животу. Ну, придется сделать так, именно. А скол сразу было невозможно увидеть, да? Да. Скол, он под слоем, так сказать, камня. Он там обнаружился. Вот, к сожалению, я поздно ему увидел, но ничего. Вот. Все это мы ликвидируем. Вот. Постараюсь, во всяком случае. Постараюсь. То есть, у камня тоже есть свой закон, да? Да. Который диктует. Дело в том, что иногда, ты до последнего момента, уже до шлифовки, ты не видишь того, что скрыто там. Вот. Когда уже камень, как бы, начинает блестеть, когда смываются все линии, которые ты нанес какие-то, и от фломастера остаются, и от карандаша, и вот шлам, который покрывает камень, вот когда он уже отмыт, ты вдруг видишь, что там в глубине есть трещина, или есть скол, или есть слой. Вот. Ну, слой это не страшно. Вот. Трещина страшнее, конечно. Вот. Приходится, значит, как-то думать, как ее скрыть, как ее скрыть. Или, значит, нужно под давлением эпоксидной смолой проклеивать ее. Вот. Или уже принимать какие-то кардинальные меры, может быть, ее как-то, если позволяет, конечно, форма и запас материала, эту трещину нужно вывести, просто-напросто взять и ее вырезать, если это возможно. Но это далеко не всегда возможно. Вот. То, что приходится, так сказать, принимать какие-то меры. Вот. И самое страшное, когда все это вылезает уже на заключительном этапе, тогда уже исправить все очень трудно. И приходится думать, иногда просто откладывать работу, потому что сделать практически ничего не можешь, или придумать не можешь. Вот. Вот здесь. То есть, и ты, как правило, оставляешь на подумать, да? Да. Оставляю на потом, потому что сгорещая ничего делать не нужно. Вот. Решение может прийти, само собой. Вот. Как-то случайно может быть. Или просто-напросто работу нужно будет просто переделывать. То есть, уменьшать объем и вообще, может быть, даже делать не то, что ты запланировал с самого начала. Вот. Уже приходится исходить из того, что у тебя получилось, может быть, вообще, какую-то другую фигуру делать. Вот. Используя объем. И такое бывает. Вот так. Так что у меня вот сейчас намечены все основные линии для перехода к окончательной уже моделировке. Вот. Я намечаю вот здесь линию ушей. Вот. Чтобы совершенно одинаковое было по высоте линии ушей. Вот. Мочки ушей. Такие гипертрофированные. Вот. Ну, это в стиле Восточная традиция. Вот. Это длинноухие. Кстати, длинноухие были, как бы, выделены различными культурами. Не только культуры ближней Азии. Вот. И океане. Вспомните, например, идолов острова Пасхи. И там длинноухие. То есть, это признак какого-то божественного происхождения. Так и здесь тоже самое. Вот. Все. Практически у меня все основные линии намечены. Вот. Я могу закрепить их при помощи фломастера. Чтобы они не смывались водой в процессе. Вот. Я намечаю основные линии. Вот центральную линию намечаю. Вот она у меня проходит. Где как бы фигура на две асимметричные части. Вот. Теперь линию пупка. Вот здесь в точку пупка соски закрепляю. Вот. Здесь намечаю грудинно-ключично-сосцевидную мышцу. Уже если так по науке говорить. А ты изучал мышцы, да, анатомию? Чтобы нормально резать, да? Ну, да, конечно. Конечно. Потому что без знания анатомии трудно ориентироваться. Ну, это не классика. Дело в том, что восточная фигура, она в принципе отличается от европейской. Здесь не особенно соблюдаются пропорции. У них своеобразные пропорции. Так скажем, большая голова, короткие ноги. Вот. Сделано это не просто так, от незнания анатомии. Нет. Нет. Они прекрасно знали анатомию и знают. Нет. Это восточная традиция. То есть, почему большая голова? Ну, это указывает опять-таки на божественное происхождение, на то, что... Какое-то отличие от именно человеческой породы. То есть, подчеркивается, что это необычный человек, что это божество. Вот тоже самое мочки ушей, вот эти гипертрофированные большие. Вот. Так что мы намечаем здесь линии стопы. Вот. Делим вот эту заготовку на отдельные куски для того, чтобы впоследствии нарезать круглые шары четок. Ну, привязать на равные куски. Намечаем здесь указательный палец. То есть, все то, что я намечал карандашом, я все закрепляю, так сказать, при помощи фломастера. Вот. Намечаю, значит, здесь вот кисть руки, рукава большие, такие широкие рукава интересные. Потому что все-таки вот эти большие рукава, полы халаты. Это тоже украшения. Вот здесь впоследствии будут так хотя бы намечены. Вот. Какие-то украшения. Например, здесь вот я могу сделать какие-то цветы, цветы пиона, например. Вот таким вот образом. Вот. Но это уже впоследствии, когда я уже сделаю, так сказать, всю одежду окончательно. Я могу вырезать на ней, например, цветы. Для того, чтобы еще больше украсить фигуру. Вот. Придать ей больше, так сказать, колорит. Вот. Намечаю здесь, значит, линию носа, линию глаз, линию бровей. Вот такая лобастая голова, интересная. Вот линия носа. Здесь вот рот. Так, сумеющаяся, так сказать, так раскрытая. Вот, вернее, губа. Здесь намечаю зубки, которые должны быть. Вот эти толстые щеки. Здесь намечаю, значит, две складки, которые должны быть впоследствии обозначены. Вот. Линию подбородка. Щеки толстые. Вот. И вот у меня постепенно, постепенно у меня обозначаются четкие, ясные формы. Вот. Начнем работать теперь на спине. То же самое. Средние линии, которые делят фигуру на две симметричные линии. Вот здесь вот две складки от позвоночника. Здесь где-то у нас будут лопатки, но так как он очень упитанный, вот, они практически не будут видны. Вот здесь рукава. Вот. Где-то здесь будет линия талии. Вот. А здесь сзади седалище, так сказать. Вот. Вот. Складки опять-таки я намечаю. Вот. Линию вот этого воротника. Так. Вот она у нас на плечи заходит. Вот. Здесь с этой стороны опять-таки рукава. Рукава такие интересные. Вот широкие. Опять, если получится, я здесь могу украсить эти рукава резьбой. Вот. Вот здесь складка. Вот. Теперь вот наметив линии уха, вот я само ухо. Вот раз. Мочка у нас идет вот так. 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 Все. Одно ухо у нас намечено. Теперь второе. Вот руководствуюсь этой линией опять. Раз. Вот. Пошла у нас опять так. 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 Второе ухо у нас намечено. Здесь еще надо обозначить складку вот здесь. Такое жирного-жирного. Значит, затылка. Ну, в принципе, все. Фигуру мы подготовили к окончательной обработке. Тут еще будут уточнены потом пальцы. Но это впоследствии. Потому что все равно можно будет еще снимать здесь часть материала вот с этой трещиной что-то нужно будет придумать. Вот. Или ее срезать. Или, значит, как-то изменить положение ноги. Или ногу туда утопить ближе к туловищу. Вот так. Вот и все. Фигура подготовлена для уже тонкой проработки. Благодарю. Все равно. Все равно. Все равно. Субтитры подогнал «Симон»